Христос воскресе! Воскресе воскресе! Подойдите, пожалуйста, поближе, юные христиане. Загадку загадаю. Меня бьют, меня льют, всем нужна я, кто я такая? Сразу отгадали. Простая загадка, правда? Конечно же, вода. Может человек без воды жить? Нет, может. Человек не может прожить без воды и трех дней. Когда нам хочется пить... Немного, конечно. Совсем мало дней человек не может без воды. Когда нам хочется пить, наши мысли все о чем? О воде. О том, чтобы... Где бы стаканчика холодной водички раздобыть? И выпить его. Вот. И особенно в жару нам кажется, что это самая лучшая мысль. Найти где-нибудь воды. Вот. Мы часто испытываем жажду. Такая вот наша природа человеческая. Давайте перенесемся мыслями своими в то время, когда Господь наш Иисус Христос проповедовал на земле. Вспомним сегодняшний евангельский рассказ. О чем он был? О самарианах. Да, внимательно слушали. Вот. Ближний Восток. Самарийский город Сихарь. Иисус остановился у колодца и стал ждать, пока ученики отправились в город купить немного пищи. А Господь сидел у колодца. Который час был? Шестой час. У древних иудеев шестой час дня это сколько? Кто знает? Это полдень. 12.00. Самая жарища. То есть в это время на Ближнем Востоке очень жарко. Вот Господь установился у колодца. Ну, я думаю, не меньше сорока. Очень, конечно, много. Вот Господь там сидел. А колодец глубокий. А колодцы на Ближнем Востоке знаете какие? Там нет веревочки такой, чтобы сразу сбросил и достал. Там люди сами приходили со своими веревками, со своими ведрами. Потому что колодец очень глубокий. Вода была как золото. В такой пустынной местности самая дорогая это водичка. Господь сидел в такое время, не очень удобное, жаркое. И чего-то ждал. Но Господь же он Бог. Иисус он Бог. И он знал, что что-то будет дальше происходить. Какие-то события дальше будут развиваться. И кто-то к нему в колодцу подойдет. И кто к нему пришел? Самарянка к нему пришла. Чего она пришла? Понятно, за водой пришла самарянка. Не на прогулку она пошла. И как вы думаете? Вопрос тоже сложный. Даже взрослые не все знают, как на него ответить. Почему самарянка выбрала такое неудобное время? Ведь в полдень никто тогда не ходил за водой. Это было неудобное время. Выбирали время, когда не так жарко. А она вот решила в это время все за водой. Что это надо? Срочно. Никого не было. Никого не было? Самарянка. Теплее, да. Тепло. Правильно зришь. Чтобы в очереди не стоять. Что? Чтобы в очереди не стоять. Ну вот это. Слово, потому что никого не было, да? Оно наталкивает нас на мысль, почему она так поступила. Дело в том, что эта женщина, не совсем правильные поступки она совершала в жизни. Самарянка. Ей было стыдно. А когда никого нет вокруг, тогда уже не так стыдно. И она выбрала такое время, а Господь знал, что Бог, Иисус знал, что эта женщина придет. И встреча с Господом Иисусом Христом, она потом изменила жизнь этой женщины, Самарянки. Такое чудо произойдет с ней. И вот она подходит, и Иисус задает ей вопрос. Говорит, это не вопрос, даже о просьбе. Что она у нее попросила? Дай мне попить. Правильно. Водички попросила. Дай мне воды напиться. А она удивилась. Что она? Мы вроде как не контактируем с иудеями. Самаряне с иудеями не общались. Они презирали самарян. И женщина удивилась. Как это со мной? Во-первых, она женщина. А во-вторых, она и самарян. Как Господь заговорил вот этот учитель иудейский. А Иисус ей начинает дальше говорить, что если бы ты знала, что с тобой говорит, то сама бы попросила у меня. У него воды живой. А она опять понимает по-житейски. У нас видят, что у него ни веревки нет, ни ведра. Как это ты сможешь мне взять и набрать воды? И она ему говорит, сейчас и воды. Сейчас даже нечем зачерпнуть. И Господь начинает дальше говорить, что ту воду, которую я даю, это не совсем обычная вода. Про какую воду Господь говорила? Водя с вами. Про какую воду говорила Суна? Про учения. Духовная вода, правильно. Это не святая водичка, которая плещется там где-то в ручейке, да? А другая вода. Вода жизни. И эта вода, кто ее выпьет, он приобретает бессмертие. Это не обычная вода, да? И почему мы сейчас это вспоминаем, друзья? Почему мы вспоминаем про эту воду живую, воду жизни? Потому что скоро у нас будет другой великий праздник. Этот праздник называется Вознесение будет, а потом после него Пятидесятница кроется, да? И мы вспоминаем о срождении Духа Святого на апостолов, на учеников. Открой вам секрет, что вода жизни – это благодать Духа Святого. И Господь Иисус Христос говорит именно о благодати Божией, которая оживляет душу всякого человека. Тело без воды жить не может? Не может, а душа без воды не может. Без доброты, конечно, не может жить. Без Бога не может быть молитвы. Святым Духом всяка душа живится, да? Мы не можем жить без Духа Святого. И все здесь присутствующие, и вы, друзья, и взрослые, вы все живы и существуете только благодаря тому, что Господь хранит нас всех и оберегает и сохраняет благодачу Духа Святого. И вот такой человек святой, преподобный отец наш, Серафим Саровский, вот он рассказывал, какая цель вообще жизни. Кто знает, что говорил святой преподобный Серафим Саровский. Цель жизни христианской заключается в том, чтобы приобрести вот эту благодать Святого Духа и умножить в себе, вот, потому что тот, кто выпьет вот этой воды жизни, благодать и Духа Святого, тот сам становится источником воды. Представляете? То есть вам уже не надо будет пить никогда. Вы сами можете других людей напоить. Вот словом своим, добрым. Вопрос, конечно, в том, где же найти эту водичку жизни? Убоженький, правильно. Конечно, где же еще искать? Какие способы? Понятно, что, чтобы добыть воду обычную, нужно выкопать колодец, поставить там приспособление, веревка, ведро, и вот тебе. Уже ты нашел воду, и набираешь, и берешь. Ну, если ты деревянный. Вот, а как вот Святой Дух приобрести? Как? Средства есть? Никак. А что ж вы сюда пришли, друзья? Стать добрым. Ну, добрые дела-то, наверное. Надо? Что? Молитва помогает? Да. Приобрести? Погадать Святого Духа. Что еще? Хорошие дела. Хорошие дела. Причащаться. Помогать людям. Помогать людям. Причащаться Святых Христовых Тайм. Помогает? Да. Конечно, помогает. Мы Бога принимаем в себя, в сердце Святых. Молитва, да. Все молитвенники. Все понимают. Да. Так вы знаете, что делать? Я, я. Да. Не обижать папу и маму. Вот это, наверное, была ключевая фраза сегодня. Это некрасиво обижать. Конечно. То есть, если мы будем делать добрые дела, что делать? Мы стыдно. Стыдно делать плохие дела. А может? Мы не хотим губить. Что делать? Мы не разговариваем. Я не понял. Не могу подъяснить. Губики. Друзья, мы знаем, что делать. И мы счастливые люди. Мы счастливые люди, потому что у нас все это есть в церкви. Тут очень много воды. Нельзя разговаривать. Что ты говоришь? И многие разговаривать нельзя. Нельзя разговаривать. Наверное, о плаком нельзя разговаривать. Давайте будем стараться приобретать вот эту воду жизни.